привет друзья это канал мастер форум с вами тестовая команда потребитель алексей мяснянкин редактор журнала garden tools и алексей шаров руководитель компании 52 дерева нижний новгород сегодня мы в нижегородской области приехали сюда тестировать опрыскиватели травить ими борщевик борщевик уже вырос как раз нормальные условия вот он у нас за спиной залили хи опрыскиватели химикаты подготовились к работе сейчас начнем будем оценивать расход препаратов общее удобство работы у нас четыре модели существенно разных два олео мака mb80 mb90 кто смотрел ролик по борьбе с клещом там они были теперь мы их же задействуем на борьбу с брачевик с борщевиком кайман ps25 бензиновый принципиально другой если эти воздуходовки там помпа поршневая которая качает но тоже знакомый по тому же ролику и вот такое вот устройство интересно самокат называется фактически бак на колесах с ручкой четырехтактный бензиновый двигатель honda распылительная система я так понимаю что тоже поршневая такая грамм они да и вот попробуем его тоже в том числе и здесь еще у нас под обработку сегодня кладбище на кладбище борщевика выросло очень много там своя специфика много надо ходить много надо носить на себе устройство что-то локально выявлять борщевика того вытравливать и местами узкие проезды не везде проедешь спокойно так не не везде легко подобраться посмотрим как техника поведет себя там ну и так ну что берем заводим и пошли да настала очередь борщевика с уже чем мы хоть травим можешь сказать но это специализированная химия для борьбы с растениями из разряд гербицидов травится по зеленому листу соответственно через листовые устицы всасывается препарат в сам лист и дальше действует комплексно на все растение то есть погибает не только надземная часть но и корневая система то есть я же куда его сверху заливать снизу со всех сторон но вот аналогично принципу воздействия на клеща здесь тот же самый принцип это мелкодисперсное распыление которое позволяет создать такую циркуляцию внизу именно в мы будем так говорить в тени растения чтобы как можно больше препарата осела на нижнюю часть там весь марсинки надо с нижней стороны его поразить да нужно распылять препарат таким образом чтобы вот эти потоки воздуха смешанные с рабочим раствором они двигались мы параллельно земле и под листом соответственно это дает эффект когда влага оседает на внутренней части листа если мы будем опрыскивать методом дождевания то есть просто сверху заливать крупными каплями расход расход нецелевой плюс эффективность сводится на нет потому что лист барышевика сверху покрыт неким восковым налетом все равно который немножко отталкивает в воду влагу а форма листа она позволяет отводить скат да 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 по жилкам скатываться влаги и фактически она практически не будет всасываться поэтому еще защищается получается да он собственно обладает комплексом защитных мер против нас но качественный инструмент профессиональная химия и так сказать организации труда они я думаю дадут правильный инструмент гарантированный результат да да правильный эффект пойдем в дуем борщевику да сейчас надо немножко приодеться закрыть до важные части мы за безопасный тест кстати для людей этот препарат опасен нет для людей этот препарат не смертелен если вы по какой-то причине выпили несколько глотков рабочего раствора то самое страшное что с вами может случиться это вы будете вынуждены притаиться в кустах этого самого борщевика минут на 15-20 вот а по большому счету препарат для человека не опасен естественно по технике безопасности по рекомендации если вдруг препарат но рабочий раствор попадает на слизистые оболочки рот нос глаза то нужно промыть водой вода у нас есть средства индивидуальной защиты глаз и органов дыхания есть поэтому я думаю все у нас будет хорошо в отличие от борщевика до его будет плохо нам предоставили сразу два вида аппаратов для обработки они принципиально отличаются друг от друга и обработка с помощью них тоже отличается если говорить о такой вот воздуходуйте которые воздушную смесь добавляется уже рабочий раствор в точнее воздушный поток добавляется рабочий раствор то мы в этим потоком воздуха мощным сдуваем лист он занимает положение по ветру то есть открывает свою нижнюю сторону листа мы ее обрабатываем то есть получается одновременно мы разворачиваем лист удобный нам стороной и наносим рабочий раствор что касается таких аппаратов где рабочий раствор подается непосредственно насосом то мы вынуждены заводить штангу с форсунками под лист либо этой штангой приподнимать или подбрасывать лист который находится около земли и обрабатывать опять же нижнюю поверхность листа то есть принципиально две различных тактики два разных принципа обработки но по эффективности мы сейчас проверим какой из них более оптимальный более быстрый более экономичный вот такие опрыскиватели либо вот такие властью данной мне и олеум аком и кайманом и химикатом всемогущим повелеваю тебе борщевик и сдохни и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Из всего, чем нам сегодня довелось поработать, лично мне, может быть, из-за того, что я постоянно работаю с такими агрегатами, который более удобен и, на мой взгляд, более производительен вот этот вот 90-й, да? Это MB-90? MB-90, потому что он дает плотный поток с хорошей концентрацией рабочего вещества в воздухе. Ну и, соответственно, поток воздуха хороший, сильный, он укладывает борщевик даже на расстоянии метра. Я тоже обратил внимание, что он даже такие уже массивные стволы приколеги укладывает и обрабатывает. Был жирный борщевик, да? Ядра борщевика. Не, ну там был и мой рост почти, в лесу я забурился в какой-то момент. Ну, то есть он, в принципе, с этой задачей уже с подросшим борщевиком очень хорошо расправляется. Ну и по эргономике хорошо сидит на плечах, лямки здесь крепятся почти у самой горловины. Соответственно, центр тяжести опускается на уровне поясницы примерно, то есть может быть чуть выше. Это дает удобство перемещения. Ну, из таких лично моих замечаний, пожалуй, пару раз я пытался зацепиться оградкой за вот эти выступающие провода, но это все решается по месту, просто в комочках. Ну, это и я цеплялся, и Кайманом тоже цеплялся. Ну, это особенности, да, именно работы в данном месте. Кладбищенского этого, да. Да, поэтому здесь как бы это не минус, просто это такое замечание, что если вдруг берете эту технику для работы в таких труднодоступных местах, стесненных, где есть деревья, ветки торчащие, петельки, да, выступающие части из проводов, их лучше к гофре притянуть, на хомутик, хотя бы на время выполнения работы. Слушай, а я обратил внимание, что вроде бы он борщевик, а держится по краям вот этих вот кварталов, в глубине его явно меньше. Ну, не всегда. На самом деле, по краям понятно, почему он держится. Слушайте, тянется. Ну, во-первых, освещенность. Во-вторых, семена, потому что при прочей равной концентрации, когда семена опускаются, с дорожек их сдувают, сметают к обочинам. Там, соответственно, концентрация семян, она выше как раз на обочинах. Это, во-первых. Во-вторых, идет водосток с асфальта на обочину, опять же, то есть это влага. Сдувает, да. И влага, да. Ну, и, может быть, внимания меньше, чем в кварталах, потому что на захоронениях обычно родственники ухаживают, сорную растительность как-то там вырубают, пытаются от нее избавиться. Ну, и это тоже играет какую-то роль. То есть высаживают другие растения, которые забивают. В общем, все, конечно, зависит от того, что если место заброшенное, оно не участвует в хозяйственной деятельности и никак не облагораживается, то там селится борщевик, а дальше он уже лавинообразно начинает захватывать. Да, просто к тому, что вот такой вот самокат как раз удобно катать, но насколько дотягивается вот полоса, насколько можно дотянуться от него вглубь. В принципе, ему удобно работать, его на себе вообще не таскаешь. Удобно, но все-таки, я так понял... Кстати, к нему бы, если шланг подлиннее, то, наверное, еще было бы лучше. Со шлангом все равно. История такая, что нужно будет возвращаться туда-сюда бегать. Ну да, его сматывать, постоянно разматывать. Как правило, в момент, когда ты работаешь, наступает азарт, ты видишь, вот он. Ну, убегает от тебя. Твой враг, да. Ты, значит, его здесь обработаешь, за ним еще, как правило, это все-таки локации связанные. Да, я заметил сейчас. Идешь, 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 и, в общем, каждый раз бегать со шлангом туда-сюда, там, не дотягиваешься, в прыжке начинаешь. Ну, то есть, это вся история такая. Больше, я думаю, сельскохозяйственная поставил в межу. Ну, вообще он для виноградников, насколько я знаю, под виноградники разработан. В межу поставил, едешь, слева-справа обрабатываешь, посвистываешь. То есть, такая история больше европейского фермера. Или, там, винодела. Винодела, да. Привет. Ну, смотри, вот и Кайман, вот, 25-й, принципиально другой по сравнению с 90-м, совершенно. Ну, за счет того, что здесь нет, как такового потока воздуха, здесь только стоит насос, который рабочую жидкость толкает через форсунки, и форсунки уже распыляют необходимым. Он не дальнобойный, но он точечный. Ну, да, да, да. То есть, здесь уже мы будем говорить о том, что локально, точечно, аккуратно обрабатывать какие-то вот кустики, не задев остальные. Да, потому что, все-таки, когда мы говорим о борщевике, то есть, это какие-то площади, это масштабы, вот он наступает, мы встаем ему, как против... Да, да, стеной встаем против него, да. Да, да, стеной, и, в общем, бьемся до последнего. Здесь вылез один-два кустика где-то там показалось, или если у вас там на огороде где-то вы нашли... Ну, кстати, вот здесь вот вполне, но здесь, правда, не очень ухоженная часть, а так вот там, где более-менее ухоженный, там, где он полез, вот там, чтобы народ просто не был недоволен, что... Да, среди цветников, среди культурных растений, совершенно верно. Аккуратненько можно обработать его так, что не заденет остальные растения. И как-то мне показалось, что рука меньше устает, он меньше дает сопротивление этого шланга. Естественно, потому что здесь все-таки сечение небольшое, подается только жидкость, а здесь и сечение, и, в принципе, сами материалы. Достаточно жесткая гофра. Реактивный диаметр, да. То есть, ну и, соответственно, поток воздуха, он дает обратную... Да, реактивную тягу дает. Реактивную тягу, которая... Есть, кстати, тоже она есть, она ощущается, давление-то большое, но не настолько сильно. Ну, тут оно не настолько... Оно может быть и сильное, но за счет того, что размер форсунки маленький, реактивная тяга, опять же, нам... Мощность не настолько... Да, сильно не мешает. Ну, получается, что по площадям МБ-90... Ну, вот из... Наилучший вариант. Из того, что... Вот этих всех ребят, да. Вот МБ-90... А там, где надо действовать избирательно, локально, вот такой вот... Да, да, совершенно верно. Сейчас это у нас будет еще продолжение, еще, то есть, аккумуляторных опрыскивателей. Ууу, я... Готовь борщевик. Ну, в данном... На данной локации борщевик, я думаю... Мы его протравили, но мы вернемся сюда где-то через месяц, мы посмотрим, какие будут результаты. Да, и, соответственно, найдем борщевика, там много. Можно... Да, его... Найти понимание. Ну, вот. Ладно, друзья, спасибо за внимание. Это был канал Мастер Форум, подписывайтесь. Впереди много всего интересного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok